Бристоль Руби может зимовать в средней полосе. Всегда выбирайте для Вигейла защищенное от ветров, холодных мест. Подстригать молодые погибельки мы должны не более чем на 25%. Я приветствую всех на нашем канале. Сегодня я хочу вас познакомить вот с таким чудесным, необыкновенно красивым кустарником, который называется Вигейла Бристоль Руби. На сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что Бристоль Руби это один из самых тех кустарников Вигейл, который может зимовать в средней полосе. Но опять с незначительным укрытием, особенно если посадка была в первые годы. Все остальные Вигейлы с бордовой листой, Вигейлы нано-варегата и другие сорта, у меня они были на участке, но могу сказать, что каждую весну это как птицы феникс мы возрождались из пепла. То есть фактически можно было сказать, что кустарник за зиму, несмотря даже на хорошее укрытие, вымерзает. То есть Бристоль Руби, она более терпеливая и фактически из зимы выходит без потерь. При незначительном укрытии, то есть достаточно одного слоя укровного материала и засыпать пристрольную кругу у нее торфом или каким-нибудь другим материалом, то есть можно опилками, можно даже песком. И этого будет достаточно с таким укрытием легким, она великолепна зимой. Вигейлы это кустарник достаточно большой, он трехпетровый в высоту, но в средней полосе он достигает где-то двух с половиной метров, даже двух и два метра в ширину разрастается. Благодаря своевременной стрижке и формированию куста вы можете сделать размер любой, который вам подходит. Вигейлы хорошо переносит стрижку. Цветение у Вигейлы достаточно обильное и вот вы можете увидеть, что оно действительно безумно красивое, то есть невозможно оторвать от нее взгляд. Если вас представьте, будет высокий кустарник, то зрелищь, конечно, неописуемая. Вигейла, кустарник достаточно терпеливый, тем не менее почву вы должны выбирать всегда при посадке плодородную, хорошо удобренную, не выносит застоя воды, не выносит переувлажнение, но тем не менее к поливу он относится, особенно в период цветения, очень даже хорошо. Внесение своевременных подкормок, это обязательно. Весной мы вносим азот для того, чтобы побеги начинали набирать, вот молодые побеги набирать силу. Перед моментом цветения фосфорно-калийные, после цветения тоже фосфорно-калийные и уже в зиму. Для того, чтобы побеги хорошо выздоровели и перезимовали, большей частью вносим калийное удобрение. Но это, впрочем, как и всем кустарникам, то есть я думаю, что я Америку для вас не открою. Годовая прирост составляет 25-30 сантиметров, зацветает она с конца мая, начала июня. И в августе может повторить, особенно в южных регионах, гарантирую, что будет повторная волна цветения. Размножается она отводками, делением куста и черенками. Черенкуется очень хорошо, быстро укореняется, вообще без проблем. Лучше, конечно, высаживать 3,5-3-летний саженец. И черенковать ее лучше зелеными черенками. Если вы черенковать будете теми черенками, которые уже адресневели, вот имеют вот такую коричневую кору, то ваш саженец зацветет только через 5 лет. Кашпо используют для того, чтобы придать красоту и изящность растениям. Они прекрасно маскируют любые горшки и помогают воссоздать идеальную картину и стиль. Цветочницы позволяют растениям находиться в идеальных условиях и получать необходимый уход. Декоративный кашпо можно разместить как горшки с цветами, так и высадить растению в грунт, в специальные углубления. На hitsad.ru есть кашпо в виде березового пня, спила дерева, в котором живут гномы, текстуры под камень, а также античные цветочницы. Создавайте свой сад уютным, красивым и запоминающимся. Высаживать вигейлу лучше, конечно, в весенний период времени. Осенняя посадка для нее недопустима, растение просто может погибнуть. Всегда выбирайте для вигейлу защищенное от ветров, холодных мест. Вот у меня сзади меня стена дома, то есть она защищена со всех сторон. И, конечно, весь день она находится на солнце. Это вот тот самый идеальный вариант, когда она себя чувствует просто великолепно. Куст это достаточно высокий, но я не даю ему, вот два куста у меня, я не даю им быть высокими. Поэтому я делаю формирующую обрезку, делаем ее в весенний период или же сразу после цветения. Молодые побеги укорачиваем где-то на одну треть или обрезаем для того, чтобы формировались боковые побеги. Старые побеги удаляем до здоровой почки или укорачиваем наполовину. Могу сказать, что ежегодная обрезка будет стимулировать, как я уже сказала, рост новых молодых побегов и, соответственно, цветение. При стрижке вигейла вы должны помнить, что удалять и подстригать молодые побеги мы должны не более чем на 25%. То есть вот из общей массы, соответственно, вырезаем и удаляем так, чтобы куст сильно, конечно, не страдал. Заболеваний у нее фактически никаких нет, во всяком случае, я на своих кустах никогда не видела. Из вредителей может поражаться только тлей. Вигейла необыкновенно красивый и благодарный кустарник. Поэтому я всех призываю вас, сажайте вигейлы, выращивайте на своем участке, особенно южные регионы, обратите внимание на этот безумно красивый кустарник.